Вот, вы мне симпатичны и я хочу с вами пообщаться, что все симпатичные мне люди. Не побрился, да? Ничего страшного, я тоже немножко не побрился, мы будем с вами на контрасте работать. Скажите, пожалуйста, вот вам знакомо слово «опус»? Это какое-то умное слово, да? Это какое-то, да, необычное умное слово. Большой, маленький опус, говорят еще. А какой большой? Давайте начнем. Ну, большой, чуть больше, чем маленький, скажем так. Как вы думаете? От слова «опуститься», наверное, как корень, а так я не знаю. Большой, то есть сильно опуститься, маленький, то есть так, не очень, чуть-чуть, ниже плинтуса. Это какая-то геометрическая фигура. Таракан может быть? Паук? Паук? Ну да, вы недалеко ушли от подруги. Давайте включим мозги. Это в твоей компетенции, да. А, ну да, в вашей компетенции, в вашей улыбаться. Итак, опус — это? Это? Какая-то непонятная штуковина. Штуковина. У меня есть к вам вопрос. Сразу парни, раз включили мороз. Мимо вас пройти мы мимо не могли, вернее, вы мимо нас тоже пройти не можете, но вы это сделали, я удивлен. Честно, я удивлен. Это серьезный поступок. Вы, видите, вот нехотя, но попали в нашу рубрику. Не попали, а пролетели мимо нее. Попали в засаду. Никто не может нам дать ответ правильно на вопрос, что такое опус. Вот, надеемся, что вы нам поможете в этом. Опус? Ну... Опус! Ну, если честно, я не знаю, что это. Честно, я раньше знал, что это, но я забыл, просто не забыл. Я очень сильно извиняюсь, но к своему стыду я не знаю, что такое опус. Ничего страшного, не расстраивайтесь. Вы не по опусам, да? Нет. А почему вы? Ну, почему? Хорошо, не почему. По кочану. Спасибо большое. Может, это какое-то литературное значение чего-то? Так. Давайте так, горячо либо холодно. Вот я, называете вариант, я говорю холодно либо горячо либо тепло. Хорошо. Поехали. Литературное значение. Горячо. Хорошо. Хорошо, литературное значение, горячо, очень горячо, просто так жарко, что я сейчас еще сниму эту футболку. А ну рассказывайте нам быстро, что это такое. В музыке это опус, это произведение, сочинение. Произведение, сочинение не только в музыке, а еще и в литературе, наверное, правильно? Да. Опус, ну опус это литературное, вариант литературного произведения, и в наше время чаще всего опусом называют какое-либо журналистское или графоманское произведение, которое, ну, много, знаете, много букв, мало смысла, примерно так я это понимаю. Проходите, спасибо вам большое. Выиграли что-то? Да, пока нет. Конечно. Пока только четвертьфинал. Нам позвоните? Обязательно. Обязательно позвоню, только поздно ночью буду звонить. Продолжение следует.